Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал! Всем привет! Получила посылку с Алиэкспресс. Давайте вместе с вами ее откроем. Все, она вот упакована. Скотчем по кругу даже. Я уже догадывалась, что тут. Тут лампа. Дуртый пакет. Посылка шла 40 дней. Продавец прислал трек для отслеживания. Отслеживаются. Мне сначала с почты пришло письмо, что можете прийти ее получить, вашу посылочку. А потом даже с Алиэкспресс прислали письмо, что ваша посылка на месте. Придите, получите. Я выбирала, чтобы была наша розетка. Вот такая. Вот такие данные здесь написаны. Кому интересно, смотрите. Вот кабель тут, конечно, дай бог полметра. Вот смотрите, в сложенном состоянии он вот. Ну и сама лампа. Даже бумажку положить. Я знаю, что это дно отстегивается. Вот у вас помещается целая рука в лампе. Давайте посмотрим, что тут за бумажку нам положил продавец. Так вот, есть по-русски. Упаковочный лист. Главное устройство. Адаптер. Инструкция по эксплуатации. Технические параметры. А, ну и все. А это просто на разных языках. Сейчас с вами включим. Вообще проверить, светится она не светится. Вставила в розетку. Загорелись нулики. По умолчанию таймер идет на 120 секунд. Потом вы уже меняете, как вам нужно. Если все-таки 120 секунд вам неудобно, много, то вот. Выбираете таймер. То есть выставляете. Вот 30 секунд. И время пошло. Как вам? Если нужно 10 секунд, вот. И по умолчанию опять 10 секунд. Как у вас был последний раз режим. Стоял так он и пойдет. 30, 60, 99. Так, светодиодики вроде все горят. Получилось сегодня 2 посылки на почте. Пришли они извещением в почтовый ящик. Я в перчатках, потому что у нас вторая волна коронавируса. Да, упаковано как будто все. Но при этом тут сквозное. И вы можете легко посмотреть, что в этом пакете. То есть вот. Оп. И вот уже тут вещь. Что они тут заклеивали, не знаю. Причем по бокам вообще никак не было. Это все заклеено, приклеено. Только вот эта штучка какая-то. Давайте с вами будем открывать. Вот, видите. Ну, что уж тут продавец не заклеил-то. Я уже знаю, что в этом пакете я первый раз захотела заказать себе трусы с Алиэкспресс. Белый, размер XL. Пришли примерно за полтора месяца. Стоимость вышла 115 рублей. Увидела у девчонки. Она заказывала с Алиэкспресс. Нижнее белье. И вот такие именно трусики. Мне что-то заинтересовали они. Я вот решила тоже посмотреть, что за качество. И что придет. Не знаю, я заказала XL. Там размерная сетка есть. Это все-таки L-ечку мне надо. Качество хорошее. А это уже материал другой. Отличается. Я вам тоже ссылочку оставлю. Может кому интересно. Они не большимерят? Нет. На вид мне надо все-таки L-ку. Кто носит 48,50 размер, все-таки вам, наверное, вот XL-ечку надо. Еще одна посылка. Но почему-то мне кажется, что там две посылки в одной. Доставка до двух раз быстрее при покупке несколько товаров. О, как. А я не знаю. Дырочка, чтобы дышал товар, наверное, внутри. Ну да, смотрите. Раз, два. Ой, тут еще есть. Три. Вот такой вот пакет. И три посылки. Прикольно. Тут, скорее всего, стекло для Самсунга. У меня потому, что стекло у Самсунга разбилось. Я не специально, оно само. Поэтому заказала. Давайте с вами будем смотреть. Начнем с этой посылки. Чувствуется, что там пенопластовая коробка. Ну, в них обычно стекло как раз упаковывают. Главное, чтобы оно было целое. Стекло для Самсунга вышло за 80 рублей. Ну, тут все как обычно. Так. И вот это. Так. Оно целое. Уже радует. Сейчас я приложу к Самсунгу и посмотрим. У меня модель еще G3. Третий. Да, все подходит. Все классно. Вот это получается вверх. Вот тут динамик и камера. А это у меня получается кнопка. Просто она не будет в рамочке, а вот тут будет прорезь. Какое сейчас стекло? Этому стеклу года три точно, наверное. Как у меня телефон вот есть. Вот этот Самсунг. И столько же лет этому стеклу. Разбилось, грубо говоря, месяц-полтора тому назад. Все классно. Все не надо приклеить. У меня сначала на старом стекле появилась маленькая царапинка. Я сначала даже подумала, что это волос. Я уже трогаю, протираю. Не получается никак убрать. Я думаю, блин, да это же треснуло. Ну, я потом начала вспоминать, что вроде как телефон, да, у меня падал в машине. То есть с сиденья на коврик. И все равно получилось немножко трещинка. Может на какой камешек упал, не знаю. А потом телефон у меня упал. Я сидела за столом. И он у меня из рук выскользнул. Получается у меня сейчас теперь в трех местах аж треснутое это стекло. Так что если вы видите царапинку на стекле, уже заказывайте. Не надо ждать. Я с этой царапинкой, наверное, еще месяца два, наверное, точно ходила. Муж приклеил мне стекло на телефончик. Вот получается. Тут прорезь. Вообще все идеально подошло. На мой взгляд, вообще классно все круто. А это вот мое старое стекло. Вот видите? А тут была как будто рамочка. Вот так это было. Она не такая, конечно, была треснутая. Это уже муж стал снимать его и потрескала сам до конца. Вообще классное стекло. Я довольна. Давайте посмотрим вот эту посылку. Какая-то маленькая она. А я знаю, что это такое. Это, скорее всего, пульт. Все, тут защита, пупырка. Классно. Когда снимаете видео на треноге, то то и дело бегать к телефону, поставить паузу или что-то еще. Надоело. Я вот такой пультик заказала. Он был по акции. То есть Android и камера. Кнопка включения-выключения. Интересно, они батарейку положили? Так, открывается. Батарейка даже есть. Ура! 2032. Ходовая батарейка. Вот, видите, вот этот номер. Такая батарейка рублей 30 в нашем городе стоит. Попробуем. Прикольно. Вот. Когда включаете, смотрите. Она ищет телефон. Круто. Даже какую-то инструкцию положили. Вот, про что я говорю. Шло тоже где-то полтора месяца. Классно. Ссылочку оставлю. Может, кому нужно. Если она будет, конечно, действовать. Так он называется. Контроллер. Пульт. 131 рубль. Кнопочку тоже проверила. Включаете этот пульт. На телефоне включаете Bluetooth. Они друг друга находят. И в телефоне найдете название «Шутер». И все. Они вместе уже работают. То есть, издалека просто пользуйтесь пультиком и на расстоянии делайте фотки. Прикольная вещичка. И третья посылка. Что такое? Ого! Как все серьезно. Это маска. Шла полтора месяца. Но я где-то их вместе и заказала. Вот эти все товары. Которые они положили в один пакет. Маска вышла за 44 рубля. Вот вам инструкция. Зип-пакет. Тут все равно нам придется отрезать, что ли. Потому что в нашем городе на маске цены капец. Если одноразовые еще можно купить рублей по 5. То тканевые, это я не знаю. Так, шовчики. Ну, угу. И вот тут акобяка. Видите, тут прошили. А вот это не убрали лишнее. Тут-то все хорошо сделано внизу. А вверху вот. Тут-то полукругом сделано, да? А тут они походу сшивали. И изнанка вот такая. Маска плотная. Конечно, мне кажется, через нее трудновато все-таки будет дышать. Постираю ее и скажу вам. За 44 рубля. Хорошая маска. Ну, не нравится. Можно, кстати, вот это переделать аккуратно. И все. С этой стороны, я думаю, пока оставить так. Потому что со временем, мне кажется, две полоски друг от друга оторвутся. И я перешью, как мне нужно. Тут, скорее всего, повязка на голову. А тут, скорее всего, то ли чехол-книжка, то ли бампер для телефона. Модель-то я вам подпишу. Чехол-книжка. За 251 рубль. Ну, давайте смотреть, что у меня пришло все-таки. Получается, просто пришла повязка в таком вот пакете. На самой повязке приклеена наклейка штрих-кодом. То есть, никакого пакета, ничего нет. Мягкая, приятная такая. Прикольно. Но она недорогая. И она такая ярко-фиолетовая. У нее почему-то показывается, что она бледная. И какие-то грязные разводы. Но нет, она все чистенькое. Вот тут, конечно, просто сделано неаккуратно. Но это, опять же, изнаночная сторона. Так, давайте смотреть чехольчик. Внутри пупырка. Чехол-книжка пришла буквально за 20 дней. Вот ноты 8. Заказывали темный синий. У продавца был еще черный, розовый и коричневый, что ли. Я вам тоже фотографии все выставлю. Посмотрите. Чехол заказывала я сестре. Ей нужен какой-то более серьезный. У телефона решила все-таки включить фонарик. А то больно у меня все-таки темно на работе. И чехол сливается со столом. Вот такая надпись. Он на магните. Так вот внутри. Силиконовый. То есть тоже можно и поставить вот так вот будет. Не знаю, мне кажется, он ей очень даже понравится. Если получится, вставлю вам фоточку, когда уже померю на телефончик. Классный такой, добротный. За 251 робольта. Скорее всего, здесь стекло для телефона Redmi Note 8T. А, нет, кстати, это бампер пришел. О, какой классный. Слушайте, прям добротный такой. Кнопочки. Такой бампер стоит 247 рублей. Пришел, кстати, буквально за 2,5 недели. Классный. Жесткий такой. Я думаю, сестра будет довольна. То, что быстро пришел, это уже плюс. Это родной силиконовый чехол, который был в комплекте. Все идеально подошел. Он плотно держится. Продолжение следует... Называется посылка два в одном. Две посылочки находились в одном пакете. Вот я вскрыла. И сейчас с вами вот эти откроем посылки. Тут, скорее всего, одежда для собачки. Потому что такого размера я, боже, как бы ничего не заказывала с Алиэкспресс. Но тут, наверное, может маечка для собачки. Давайте вместе с вами откроем и посмотрим. Да, тут два костюма для собачек. Меня попросили заказать. Потому что я вам тоже сейчас покажу, что тут есть. В этом пакете только два костюма. Эксель. И Элечка. Вот такой костюм, как у моей Лолочки. Сейчас просто вместе откроем с вами и посмотрим. Рваный, не рваный, как что прошито. Но мой костюм был вообще качественный. Все прошито. До сих пор уходим в нем. Тоже, видите, флисик. Глядите, с лампасиками. Вообще офигенно все. Вот эта спинка. Яркий синий цвет. Все офигенно. То есть такая имитация, как будто у вас штанишки и кофточка. На самом деле это все слитно. Пуговки очень удобные. Все классно. И красный давайте с вами посмотрим. Кому понравится костюм, кто захочет собачке заказать такой костюм, измерьте обязательно длину спинки. Это от шеи до хвостика. Все такой же флисик. Получается, я у продавца заказала два костюма. XL красный и L-ку синюю. Тут вот, чем больше размер, тем больше кнопочек. Вообще все круто, все классно. Он в реале намного красный такой прям. Вообще классные покупки. Вот, я думаю, девушка будет довольна тоже этим заказиками. Вот эта посылка. Пакет с пупыркой. Что же они сюда положили-то? А, это племяшка просил заказать. Офигеть. 4 грамма посылка. Пришли, кстати, быстро. Вот раз пакет. Тут второй пакет. Племяшка занимается лего. Ну что-то мы их тоже смотрели по акции. И пришли довольно, кстати, быстро. Эта посылка весит 10 грамм. Вы сейчас будете смеяться, что там есть. Шлемы для лего. Племянник просил заказать. Получила посылку с Алиэкспресс. Упаковку уже выкинула. Держатель пришел, я так понимаю, да. Заказывали для навигатора. Пупырки. Сейчас сниму и покажу. Так, он еще в одном пакетике. Что-то я не вижу пленки. Обычно пленочка бывает. А тут что-то я не замечаю. Потому что какой был прислали. Для создания пельменей. Я помню, это так вроде называлось. То есть, именно для лепки. Ну, конечно, сделана она некачественно. Сделана она из пластика. Я не знаю, зачем я ее вообще заказала. Но вот охота была попробовать. Заказала за 20 рублей. Как сделано, видите сами. Пришла посылка. Шла она примерно полтора месяца. Это клипсы для снятия ель-лака. Это уже заказала я для сестры. Она попросила меня. Свои клипсы я заказывала с Пандау, мне кажется. Тоже ссылку тогда оставлю на это видео. Таким же цветом взяла. Также можно выбрать, конечно, фиолетовый и розовый. Так вещь прикольная. Вместо фольги использовать намного экономнее получается. Кому интересно, тоже ссылочку на эти клипсы оставлю для снятия ель-лака. Я делаю вот так. Берете ватный диск. Даже не разрезаю, а просто взрываю его на 4 части. Берете. Средство вот именно для ель-лака. Салют пускает ловко. Испугалась. Именно это средство надо держать 10 минут. Намочили ватку. Ватный диск прикладываете к ногтю. Уберете. И на 10 минут ждем. Я сразу делаю по 5 пальцев. Потом снимаю и потом остальные 5 замачиваю так же. Прошло 10 минут. Смотрите. Гель-лак вот впадается. И быстро убираем гель-лак. Убирать можете апельсиновой палочкой простой. Все. Чуть-чуть подредактирую. Кутикулы. Все дела. Можно опять наносить гель-лак. На этом все. С вами была Елена. Всем пока-пока.